Хочу сообщить вам, что совсем недавно открылся сервер под названием Zabra Gaming. Основная фишка сервера это различные мини-игры. На данный момент на сервере существует 6 мини-игр, такие как Payday, Watch Dogs, Оборона Президента, Sky Wars и многое другое. Помимо мини-игр вы сможете пофаниться с друзьями в виртуальных мирах. Ссылку на группу вконтакте и IP вы найдете в описании под этим роликом. Всем привет ребятки, с вами снова Хик и в этом видеоролике мой дорогой друг ты узнаешь больше о таком персонаже из вселенной GTA как Big Smoke. Смоук родился в 1958 году, а умер в 1992, в возрасте 34 лет. Настоящее имя Big Smoke'а Мелвин Харрис. В бета-версии игры Big Smoke был одет в белый баскетбольный свитер и не носил шляпу. Подтверждение этому статуи во особняке Big Smoke'а. Наблюдать мы ее сможем в финальной миссии игры. Изначально автомобиль Смоука был перенил, но после взрыва его балансами Смоук пересаживается на светло-голубой Глендейл. Еще до того, как Смоук открыто передает своих братьев на миссии Drive-Thru, он единственный, кто не открывает огонь по балансам, говоря о том, что у него якобы закончились патроны. Смоук, так же как и Райдер, после предательства продолжает носить зеленые цвета банды. В GTA 5 в стрейп-клубе можно увидеть ластяка внешнего похожего на Big Smoke'а. Прототипом Big Smoke'а послужил рэпер Нотариус Биг. Смоук ни разу не снимает очки и шляпу. В игре ни разу не показали интерьер дома Биг Смоука. Несмотря на то, что Смоук является членом банды Grove Street, его дом находится на территории балансов. Сама кличка Биг Смоука дословно переводится как «Большой дым». Биг Смоук часто цитирует Библию, и с этого можно понять, что он достаточно религиозный человек. Любимые радиостанции Биг Смоука это Bonds FM и Радио Лос-Антос. Смоук несколько раз намекает на желание того, что его должны будут запомнить после его смерти. Иногда во время стрижки у старого Риса, Рис может сказать, что Смоуку следует подстричься. Хотя на самом деле Смоук волос вообще не имеет. В финальной миссии игры, даже если вы убьете Смоука голыми руками, на его бронежилете все равно останется два пылевых отверстия. Биг Смоук имеет сходство с персонажем G.D.O.Toll из игры GTA Liberty City Stories. Во всех миссиях Смоука используются мотоциклы, кроме миссии Running Dog. В последней миссии «Конец пути» во время кат-сцены Смоук берет в руки скорострельный дробовик. После кат-сцены в руках у него АК-47. Куда он дел дробовик, наверное, только сам темпе не знает. Вик Смоук озвучил популярный актер и комик Клифтон Пауэлл. Вот такие интересные факты получились. Если вы узнали хоть что-то новое, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, бейте в гребаный колокольчик рядом с кнопкой подписки, тогда вы точно не пропустите новые видосики. А с вами был Хик, всем успехов и хорошего настроения. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok